Этого момента жители поселка Крутые Ключи ждали, начиная с первого новоселья. А потому на открытии больницы многие пришли как на праздник. Юридически это филиал городской поликлиники номер 14, рассчитанной на 390 посещений за смену. А если учесть, что большинство жителей с детьми, медицинские учреждения здесь жизненные необходимости. Очень большое, очень. Особенно для детишек. Маленьких детей-то и взрослых, но для детей в первую очередь. Летей-то у всех по трое, по четверо. Это в первую очередь надо в больнице. В новой больнице будут работать 60 врачей и более 100 человек среднего медперсонала. На полутора тысячах квадратных метров расположены терапевтическое, диагностическое, педиатрическое отделение и неотложная помощь. Больница, расположенная на первом этаже жилого дома, обошлась областному бюджету в 50 миллионов рублей. Еще 28 миллионов затрачено на оборудование, но это пока не все. На дооснащение планируется еще 28 миллионов. Мы на 28 миллионов рублей закупили сюда специальное оборудование, тоже большие деньги, чтобы оснастить, чтобы вы на месте могли получать первую помощь и диагностику на высоком уровне. И следующий этап, это чуть позже, это уже построить поликлинику. Нам приходится тоже тратить очень много денег с бюджета. Это и на дороги, это и на поликлиники, на школы, на детские садики. Микрорайон «Крутые ключи» продолжает строиться. Уже сегодня в Самарском поселке живут более 50 тысяч человек. Раньше многие ездили в другие больницы, теперь есть своя. Здесь у нас представлены практически все специалисты, которые необходимы для амбулаторно-поликлинического звена. И я уверен, что в ближайшее время мы сможем 95% видов медицинской помощи оказывать здесь населению микрорайона. Еще один стратегически важный объект – новая школа. Это одно из первых учреждений образования в стране, которое вошло в государственную программу строительства и модернизации школ. До 2025 года правительство России выделит на это 3 триллиона рублей. Одних только первоклассников в школу записалось 20 классов. 1 сентября будет первый звонок. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.